Бронзовые люди и врачами. Знать историю страны, отраженную в памятниках, значит знать историю в лицо. Ты боишься призраков? Не страшных драконов, а призраков в человеческом обличии? Нет, можешь, конечно, не верить, но существует одна очень древняя легенда по этому поводу. Может быть, ты уже слышал или читал, что у многих народов на нашей планете существовал культ предков, и в сложные моменты предкам молились как богам, чтобы вовремя пошел дождь и засуха не погубила все поля, чтобы во вражеский лагерь пришла болезнь, чтобы урожай и улов были обильными. Уважение к предкам – это как уважение к старшим. Предки, так же как и старшие, могут на тебя прогневаться и рассердиться. Они обижаются тогда, когда ты их забываешь, не знаешь, что хорошего они сделали, и не помнишь в лицо. Предков у каждого из нас довольно много, и чтобы наказывать нас за незнание и непочтение, у них есть специальное подразделение. Ночами, когда на небе светит полная луна, предки могут прийти к тебе и высказать все, что они о тебе думают. Для этого у предков есть конные подразделения, пешие, говорящие бюсты и мемориальные доски. Бронзовый памятник может прийти к тебе ночью и проверить, знаешь ли ты его историю. У бронзовых людей есть свои излюбленные даты для того, чтобы навещать своих неразумных потомков. У каждого своя. Мы расскажем тебе про всех бронзовых людей в Москве, и тогда в полнолуние тебе не придется бояться тяжелых шагов. А еще бронзовые люди-памятники могут защитить тебя от всякой другой нечисти, вампиров, зомби и диких духов. Итак, начнем изучать бронзовых людей. Очень обидчивый памятник – это монумент Юрию Долгорукому. Он считается основателем Москвы. Его честь выбиты памятные медали, а сам памятник поставили в честь 800-летия Москвы. А теперь немножко о самом князе. На древнерусском языке его имя звучало вот как. Гюргий. На самом деле Георгий, Юрий и даже Егор – это одно и то же имя. Долгорукий – это не фамилия, а прозвище. По легенде, так князя прозвали потому, что он княжил в Ростове и Суздале, а интересовался, тянул руки к другим, далеко расположенным городам. Долгорукий – значит длиннорукий. Юрий Долгорукий знаменит не только своими воинственным любопытством, к делам соседей и родственников. Князь Юрий Владимирович очень любил основывать города и приглашать в свои земли переселенцев, помогая им обустроиться. Настоящий основатель потому, что все делал основательно. За свою долгую жизнь по меркам 12 века, а прожил князь не меньше 57 лет, он основал такие города, как Переславль, Юрьев, Дмитров, Звенигород, Стародуб, Городец. Но особенно ему нравился город Суздаль, который в один из периодов своей жизни он считал сцей. Боевой удалью Долгорукий не отличался, но был великим мастер-минтриг военных союзов, а также заключений династических браков своих сыновей и дочерей. В конце жизни князь добился желанной цели, стал великим князем киевским, но на одном из многочисленных перов его отравили, а жители города, как только узнали об этом, сразу разграбили его двор. За что конкретно они питали к нему такую ненависть, теперь уже выяснить невозможно. Перед тем, как поставить памятник Юрию Долгорукому, ученые хотели найти могилу князя и под черепу восстановить его внешность, но оказалось, что захоронения фальшивые, и где настоящая могила князя, никто не знает. Может быть, он вообще до сих пор жив? Правда, спустя 40 лет археологи могилу все же нашли. Оказалось, что князь был небольшого роста, широкопличий и с длинными руками, а значит, прозвище Долгорукий ему вообще очень подходило. День рождения князя никто точно не знает, а вот умер он в мае 1157 года. Так что памятником-призраком он обычно становится в мае. Стоит конный памятник Юрию Долгорукому совсем недалеко от Московского Кремля на Тверской площади. Памятник стоит на высоком пьедестале. Князь изображен в боевых доспехах и шлеме. Правой рукой он делает величественный жест, будто молвит, «Здесь постройте город с великой судьбой». Вряд ли он так говорил, но именно так и получилось. Некоторые специалисты по вооружениям древних веков говорят, что скульптор памятника ради красоты и величия надел на князя шлем, который стали изготавливать и носить значительно позже, чем в то время, когда Долгорукий разъезжал по Руси и основывал города. Но пока мы этого не знаем, нам кажется, что все вроде на своих местах, и грозный длиннорукий князь одет, как полагается. На пьедестале памятника легендарному князю есть изображения таинственных животных – кентавра, птицы сирин, василисков, птицы феникс, грифонов, львов и оленей. Сирин – это райская птица с головой девушки, от пения которой можно потерять рассудок. Василиск – это змей, обладающий страшной магией силой, а грифон – это существо с телом льва и головой орла. Почему же эти мифические животные украшают пьедестал памятника князю? Все дело в том, что скульптор памятника хотел, чтобы ты, когда смотрел на этот монумент, мог нафантазировать в себе те времена, когда жил Юрий Долгорукий, далекий, почти сказочный XII век. В те давние времена не было телевизоров, компьютеров, интернета, машин, самолетов, холодильников и игровых приставок. Это точно. Зато жили тогда среди людей волхвы и кудесники, грифоны и василиски. Хотя точно неизвестно, потому что исторических данных на той поре не так уж много. Можем смело предположить, что Долгорукий был современником этой нечисти. Вот с такой звериной компанией Юрий Долгорукий может прискакать к тебе и задать вопрос о своей роли в истории. Что ты должен ответить? Ты знал, что памятники бывают невидимыми? В Москве много таких памятников. Они возникают от того, что настоящие памятники по каким-то причинам сносят или даже взрывают. Но память о великих предках просто делает памятник невидимым. Но он навсегда остается в армии бронзовых людей. Я расскажу тебе о памятнике генералу от инфантерии Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, талантливому полководцу конца XIX века. Генерал от инфантерии – это не просто генерал, командующий пехотинцами. Это был очень высокий чин. К нему нужно было обращаться не просто на «вы», а ваше высокопревосходительство. А командовать он мог целой армией и даже фронта. Уничтожили памятник в 1918 году и спустя некоторое время на его месте воздвигли памятник Юрию Долгорукому. Получается, что два великих человека, да еще оба на конях, живут на одной площади. Один с Рима, а другой нет. Жаль, что памятник на площади, где теперь стоит Юрий Долгорукий, когда-то называющийся Скобелевской, сегодня стал невидимым. Но почти всегда у истории есть свое собственное чувство справедливости. А призрачные бронзовые всадники в белых мундирах чаще всего появляются под окнами неучей в конце июня. Вроде бы каникулы, но ведь это лучшее время, чтобы что-нибудь почитать по истории. В 2014 году генерал от инфантерии Михаил Скобелев снова оказался в седле. Новый памятник знаменитому полководцу поставили возле здания Академии Генерального штаба в московском районе Тропарева-Никулина. Михаил Дмитриевич тоже когда-то оканчивал Академию Генерального штаба, но не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Скобелев знал 8 иностранных языков и прекрасно разбирался в военной и политической истории. Новый памятник, очень величественный и очень красивый, совсем не хуже прежнего. Вот только первый памятник генералу Скобелеву был в фуражке, а новый – с непокрытой головой. Может быть, фуражку сорвал ветер истории, а может быть, вражеская пуля? Интересно, что у Михаила Скобелева, как и у Юрия Долгорукова, тоже было прозвище. Его звали Акпаша, что с турецкого можно перевести как «белый генерал». Почему у русского генерала было турецкое прозвище? Потому что Скобелев героически сражался против турок за освобождение славянских народов, Балканского полуострова и Болгарии. В самую гущу боя он любил врываться на белом коне и в белом парадном мундире. Белый скакун всегда был символом триумфа и победы. Получается, Скобелев всегда был уверен в своей победе, а туркам, видевшим его на поле боя на белом коне, он своим видом внушал мысль об их поражении. Далеко не все генералы лично участвовали в кавалерийских атаках и штурмах крепостей. Среди его наград, кроме множества орденов, была золотая шпага и две золотые сабли, крашенные бриллиантами, которые в конце XIX века вручали офицерам за личную храбрость. Михаил Иларионович Кутузов был самым хитрым полководцем войны России с французским императором Наполеоном, которую историки часто называют Отечественной войной 1812 года. Часто думают, что военные обладают знаниями только военной службе и сражениях и не знают ничего другого. Кутузов в совершенстве владел французским и немецким языками, языком древних римлян, латынью, прекрасно разбирался в математике, а после русско-турецких войн еще и научился великолепно варить кофе по особому рецепту. Кроме своего главного подвига – победы над Наполеоном, Михаил Иларионович героически сражался в многочисленных боях с турками в трех русско-турецких войнах, штурмовал крепости Очаков и Измаил, сбрасывал в море турецкие десанты, был дважды смертельно ранен в голову, но чудом остался жив. В Москве памятник Кутузову стоит недалеко от того места, где больше двухсот лет тому назад находилась обычная деревенская изба, в которой Кутузов после Бородинского сражения в 1812 году собрал военный совет, чтобы решить, дать еще одно сражение, защищая Москву, или отступить, чтобы сохранить армию и выждать время для решительного удара по французам. Сегодня это окрестности станции метро Фили, а когда-то здесь была подмосковная деревушка Фили. Когда идешь мимо домика в три окошка по фасаду, никогда не подумаешь, что когда-то здесь собрались на совещании лучшие генералы российской армии и сидели на обычных скамьях возле печки. Есть легенда, что в ночь после этого совещания, которое вошло в историю как совет в Филях, генерал-фельдмаршал Кутузов плакал. Он принял решение отступить и увезти русские полки даже не через Москву, а в обход города. Это было сложное решение, и никто той ночью не знал, как сложится дальнейшая судьба России. На самом деле это была одна из тех стратегических хитростей, на которые был способен только Михаил Илларионович Кутузов. Наполеон прекрасно умел сражаться в полевых условиях, но осады городов и преследования отступающего противника ему удавались значительно хуже. Русские войска сначала отступали всеми силами, а потом так умело разделились, что ввели французскую разведку в заблуждение. Целых девять дней Наполеон даже не знал, где находятся основные силы русских войск. Еще через месяц французские войска покинули Москву, и началось их отступление бегства из России. На памятнике Кутузов изображен в парадном мундире, осматривающем поле сражения. Есть в военной истории полководцы, которые блестяще умели давать сражения, а вот Кутузов отличался редким даром – не давать сражений и побеждать врага. В постаменте памятника изображены верные соратники Михаила Илларионовича в его последней войне против Наполеона. 26 фигур офицеров, солдат и ополченцев, вместе с которыми он изгнал французские войска из России. Среди них есть очень известные российские полководцы – Матвей Платов, Николай Раевский, Денис Давыдов, Алексей Ермолов, Петр Бакратион и многие другие. Покрытый шрамами, но совсем не страшный бронзовый садник, светлейший князь Кутузов и его 26 соратников обычно выбирают для своих посещений месяц апрель, так что рекомендую хорошенько подготовиться. Генерал Петр Иванович Бакратион был человеком, в котором сочетались отвага и хладнокровие. До такого высокого звания Петр Иванович дослужился от простого рядового. Военная карьера Бакратиона сложилась так, что ему часто приходилось воевать в горах. Ценя благородство и храбрость Бакратиона, ему не раз поручали самые опасные участки сражения. Князь Бакратион часто воевал в передовых отрядах, которому обычно доверяют разведку боем и расчистку дороги для основных войск. Не реже Бакратиону доверяли и командование специальными отрядами, которые прикрывают отступление или смену позиций основными войсками. Сдерживать натиск противника, стараясь скрыть тот факт, что основные силы меняют расположение, это очень нелегкая военная задача. Еще большая заслуга Бакратиона состоит в том, что он поддержал инициативу Дениса Давыдова о создании летучих отрядов, действующих в тылу врага, перехватывая вражеских разведчиков, посыльных, обозы с боеприпасами и продовольствием. Последней битвой для генерала Бакратиона стало сражение на Бородинском поле. Бакратион бился на левом фланге русской армии, в течение шести часов отбивая атаки на полевых укреплениях. Осколок гранаты, которые тогда делали в виде маленьких, по сравнению с пушечными ядер, попал Бакратиону в левую ногу. Его сняли с коня и вынесли под огнем с поля боя. Вместо того, чтобы разрешить врачам ампутацию ноги, отважный полководец и романтик писал письма, просил прощения у тех, о ком говорил неприятные вещи, составлял завещание. Через 17 дней он умер от заражения крови. Уже после окончания войны его бывший адъютант, генерал-лейтенант Денис Давыдов, похлопотал, чтобы полководца похоронили на Бородинском поле. Так и случилось. Конный памятник генералу Петру Бакратиону сегодня стоит на Кутузовском проспекте, спиной к башне 2000, небоскребу высотой 104 метра на правом берегу Москвы реки. На груди генерала в сети ордена, которыми он был награжден при жизни. В памятнике отражена вся страсть и храбрость полководца и воина, которого при жизни называли «горячей головой». Он атакует золотой шпагой в руке, наградой за храбрость, открытой навстречу воле судьбы. Кстати, мост за башней-небоскребом называется Бакратион. Улицы и переулки, названные в честь героя, есть в шести городах. У этого памятника Бакратиону есть родной брат, который установлен в Тбилиси. У них только два отличия. Московский памятник немного выше, и рука со шпагой у него поднята, а в варианте, который стоит в столице Грузии, рука со шпагой опущена. Род Бакратионов состоял в родстве с древними царями Грузии, поэтому в этой кавказской стране Петром Ивановичем гордятся так же, как и в России. Из всех бронзовых всадников, которые могут навестить тебя в полнолуние и спросить, что ты знаешь об их участии в истории России, самым мирным выглядит конный памятник маршалу Георгию Жукову. Дело в том, что памятник изображает его в момент приема Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Сабля у него на боку, конечно, имеется, но настроен маршал мирно и величественно, потому что доволен, надержанный им и солдатами нашей страны самой великой Победы в его жизни. Кстати, скажу тебе по секрету, конь под маршалом Жуковым на Параде Победы был такой же белый, как и у генерала Скобелева. Конный памятник маршалу Георгию Жукову установлен на Манежной площади, спиной к зданию Исторического музея. И этот памятник можно назвать парадным, потому что есть в Москве и пеший памятник великому маршалу. На этом памятнике конь Георгия Жукова топчет знамена и символ фашистских полков. Георгий Жуков по своей мирной профессии был скорняком. Представители этого ремесла занимаются производством изделий и одежды из меха и кожи. Это одна из самых древних профессий, наверное, вторая по древности после охотника, потому что первым материалом, из которого человек начал делать себе одежду, был мех. Стоит отметить, что заработанный успехами в скорняжном ремесле деньги Георгий тратил на образование. Ему с детства хотелось большего, чем просто владеть своей мастерской и лавкой. Жукова призвали на фронт Первой мировой войны в 1915 году. И с тех пор он принимал участие в большинстве войн и военных конфликтов 20 века. Он воевал на разных фронтах гражданской войны, потом учился в академии, воевал с японцами в Монголии, а затем долгие четыре года Великой Отечественной войны. Характер у Жукова был крутой. Ради поставленной цели и собственного мнения он не останавливался ни перед чем и всегда жил и воевал по принципу «победители не судят». Ты знаешь, кто такие партизаны? Это слово французское, оно означает «сторонник», тот, кто принял чью-то сторону. Обычно партизанами называют тех, кто на территории, оккупированной врагом, ведет боевые действия диверсионного характера, нападает на патрули, взрывает поезда, поджигает склады с боеприпасами и продовольствием и ведет разведку для основных сил. Чаще всего партизаны прячутся в дремучих лесах, в горах или катакомбах. Это такие подземные переходы и пещеры в горах. Партизаны очень здорово помогли Кутузову и Багратиону во время войны с армией Наполеона. Очень много подвигов совершили партизаны в Великую Отечественную войну, сражаясь против фашистской армии. Но так уж вышло, что в Москве есть конный памятник сразу двум партизанам Гражданской войны, которые воевали с Белой армией на Дальнем Востоке. В те годы в числе партизан воевал будущий писатель Александр Александрович Фадеев. Свои впечатления от сражений и жизни в партизанском отряде он написал в своем романе «Разгром». Главные герои этого романа – командир партизанского отряда Левенсон и бывший пастух, отважный разведчик Метелица. Второй известный роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» действовала во время Великой Отечественной войны в городе Краснодон. Члены организации распространяли антифашистские листовки, организовывали диверсии и нападения на грузовые конвои фашистской армии. Одним из главных подвигов этой группы был поджог биржи, где у немцев хранился архив, на основании данных которого они собирались угнать в Германию на работу тысячи людей. На постаменте в центре памятника стоит Фадеев, прямо смотрит вперед, в правой руке сжимает оружие писателя, книгу. По решительности он ничем не отличается от своих коллег, бронзовых полководцев, и действительно выглядит, как командир отряда героев своих произведений. Не все бронзовые всадники в нашем городе являются положительными персонажами истории. Это означает, что если к вам однажды прискачет не совсем добрый всадник, вы должны быть особенно осторожны и точны в формулировках своего рассказа о его роли в истории. Но начнем все по порядку. В 1905 году во многих городах России произошли забастовки и вооруженные столкновения с полицией и властями. Рабочие и студенты требовали улучшения условий труда, политических свобод. Масштаб протестов был таков, что городские власти допустили страшную ошибку, применили к восставшим огнестрельное оружие. Вслед за этим рабочие начали вооружаться булыжниками и кухонными ножами, а также отнимать оружие у полицейских, жандармов и солдат, присланных на усмирение восстания. В городе начались уличные бои. В историю эти события вошли как революция 1905 года. Особенно кровопролитными были бои в том районе города, где сейчас расположены станции метро Краснопресненская и улицы 1905 года, названия которых всегда будут напоминать о тех трагических событиях. Памятников этим событиям в Москве немало, но наш герой – это скульптурный комплекс после выхода со станции метро улицы 1905 года. Стоит заметить, что все элементы этого памятника опираются на вполне конкретные эпизоды боев на Краснопресне. История сохранила имена двух работниц одной из старейших в Москве текстильных фабрик Марии Козыревой и Александры Быковой, которые действительно без оружия, под знаменем с надписью «Солдаты, не стреляйте в нас!» вышли навстречу казакам и конным жандармам. Композиция состоит из трех эпизодов уличных боев в декабре 1905 года. Слева – павший рабочий, над которым женщина в гневе подняла сжатые кулаки. Жертв среди рабочих было действительно очень много, силы были явно неравные, жандармы и казаки жестоко расправились с восставшими. А вот справа женщина из числа восставших схватила под усы лошадь под жандармом, а ее соратник рабочий пытается стащить жандарма с лошади. Если бы это действительно случилось, то ему не позавидуешь. Как потом стало ясно, в боях погибло почти 600 человек, из них 36 полицейских жандармов. Но представьте, как отважная женщина смогла пойти навстречу вооруженному всаднику и схватить под усы испуганную выстрелами лошадь. В центре скульптурной композиции вожди восстания с оружием в руках смело смотрят в лицо своему будущему, как будто обретая невиданную силу в самом протесте против власти и жандармов. Памятник героям декабрьских событий 1905 года стоит на низком постаменте и, может быть, поэтому люди, выходящие из метро, перестали обращать на него внимание и вспоминать о трагических событиях, случившихся в этих местах. А еще ты должен запомнить одну дату. Это 18 апреля, Международный день памятников, когда конные и пешие статуи, бронзовые и каменные бюсты и мемориальные доски собираются вместе на свою ежегодную памятную вечеринку и обсуждают наше поведение. Часто ли мы приносим им цветы, помним ли, что совершили для нашей страны герои, писатели, ученые и врачи? Сегодня мимо тебя пронесли сразу несколько бронзовых всадников разных эпох. Хорошо ты с ними познакомился, и теперь можешь узнать их по внешнему виду и ответить на пару вопросов о их судьбе. Скажу тебе по большому секрету. Теперь эти всадники за тебя, даже жандарм. Может быть, друзьями их не назовешь, но можешь считать, что от всех на свете темных сил, вроде зомби, тебя охраняет эдакий конный отряд из полководцев и воинов из разных веков. На самом деле, наш рассказ о бронзовых людях только начинается. До встречи в следующей книге. Олег Жданов, писатель, публицист, режиссер. Давайте познакомимся и с другими книгами этого автора. Это первая книга серии «Веселые улицы». Знать происхождение названий всех московских улиц невозможно, но как увлекательно находить ответы на их загадки с помощью логики и набора рабочих версий. Олег Жданов признается, эта книга – мое признание в любви любимому городу и его улицам. Те, кто обвиняют Москву в бешеном ритме и столпотворении, просто никогда не гуляли за москворечи, не бродили по бульварному кольцу и не знают, что впервые на Красную площадь надо смотреть ночью. Именно тогда она показывает свои лучшие стороны. Приглашаю вас на экскурсию по уютным легендам московских улиц и переулков. Это вторая книга из серии «Путеводитель по улицам Москвы». Серия исторических веломаршрутов «Москва двухколесная. Поехали!» позволяет кататься по любимому городу, одновременно погружаясь в историю его улиц, переулков, площадей и особняков. Присоединяйтесь! Книга входит в серию познавательной литературы для детей среднего школьного возраста «Города и чудеса». В ней в легкой и доступной форме рассказывается о московском Кремле, его архитектуре, составе и истории.